Привет, дорогой друг! Я снова тебя рада видеть в своей рубрике «Кино-путешествия». Надеюсь, ты посмотрел фильм «Покорители Волк» и про миссию этой уникальной истории Джея Мариарти. И, конечно же, ответил на пять вопросов, которые я задала в прошлом эфире. Давайте же скорее узнаем правильные ответы на эти вопросы. И первый вопрос. Кто первый открыл волны «Маверикс»? Американин Джефф Кларк с детства любил наблюдать за чаном. В 1975 году, в возрасте 17 лет, Кларк вышел, чтобы поймать волну на пляже «Маверик» в 7 метров. Тем самым стал первым документально подтвержденным серфером, открывшим это место. Какие волны-убийцы еще существуют? В мире насчитывается около 10 самых опасных зон, где образуются гигантские волны. Пайплан – это северное побережье острова Оаху в Гавайях. Гост Трис – Северная Калифорния. Маверикс – Северная Калифорния. Теахупу – юго-западная окрестность Таити. Ваймея – северное побережье острова Оаху. Шипстерн Блав на юге острова Тасмания. Данженс – побережье Южной Америки недалеко от залива Хаут. Циклопс – побережье Эспернс в Западной Австралии. Аурс – в Южном Уэльсе в Австралии. Ю Смирна – во Флориде. Сколько лет было Джею Мориарти, когда он выиграл первые соревнования? И правильный ответ – 12 лет. Какие четыре основы крепкого характера человека пропагандировал Фрости? И правильный ответ на видео. Четыре основы крепкого характера человека – это физическое, умственное, эмоциональное и духовное. В этом плане мне самому еще есть над чем работать. Я ничего не понимаю, все. Ты знаешь, что такое тезис? В утверждении? Именно, в утверждении, которое пытается что-то объяснить и которое либо доказывается, либо опровергается. Так вот наш тезис. Здесь 60 километров через салип от Санта-Крус до Монтаре. В день, когда ты сможешь догрести так далеко, ты будешь готов покорять Маврики. И не минуты раньше. Здрасте, это невозможно. Не говори, если не знаешь. Итак, физическая основа – это чистая сила, необходимая, чтобы грести. Ты будешь заниматься этим постоянно, каждый день 12 недель. Основа умственная – это сколько времени ты потратишь на исследования, на подсчет приливов, волны, конечно, на то, чтобы научиться разбираться в ней. Итак, Монтарей равно Маврики. Идет? Идет. Хорошо. Еще твоя мама должна подписать мне бумажку, что она берет ответственность за все, что может произойти во время обучения на себя. Стой, Фростик. Эй, Фростик, а если она не подпишет? Дыши глубоко. Держи ритм. Взмах и скольжи. И самым быстрым на этой неделе оказался Юрий Потрошков. Мы его поздравляем, и он получает памятный приступ в лаборатории путешествий – керамическую кружку. Сегодня мы снова с вами перенесемся в горы, а точнее в Южную Америку, где протянулась самая длинная горная система в мире – Англии. Альпинизм – это здорово. Нам всегда нравились горы. Мы не подчинялись правилам. Жили, как придется, ни на кого не оглядываясь. Главное – покорять вершины, ведь это здорово. Необыкновенно здорово. Хотя случалось такое, что было не до веселья. В 1985 году двое друзей – молодые британцы Джо Симпсон и Саймон Йейтс – отправились в труднодоступный район Перу. Перед амбициозными спортсменами стояла сложная задача – покорить никем не пройденную западную стену знаменитого шеститысячника Сеула Гранде. Это восхождение стало альпинистской легендой. В сущности, это значит одно – ты пакуешь все свое снаряжение, одежду, еду, в рюкзак, и из базового лагеря тащишь все это на гору, чтобы пройти ее за один заход. Если покалечишься, считай ты покойник. Субтитры создавал DimaTorzok Высоковато забрались. Обязательно нужно слушать, с каким звуком входит ледоруб. Касаясь пустоты, это художественная реконструкция событий, перемешанная с рассказами самих альпинистов. В 1985 году Джо Симпсон и его товарищ Саймон Йейтс предприняли первую попытку первопрохождения с западной стены горы Сеула Гранде. А уже в 1988 году была опубликована первая книга Джо Симпсона, которая называлась «Касаясь пустоты», в которой он и рассказал о покорении этой вершины. Книга разошлась большим тиражом около 300 тысяч гемпляров и была переведена аж на 14 языков. Западную стену Сеула Гранде высотой более 6300 метров никто и никогда не покорял. Путь считался очень опасным и практически невозможным. Джо Симпсон к тому времени облазил все Альпы и мечтал вписать свое имя в историю альпинизма. Покорять любимую вершину в одиночку – смертельно опасное занятие. Джо хоть и считал горы самым прекрасным местом на планете, но такое безрацетство не пошло. Он подыскал себе напарника – 22-летнего Саймона Йейтса, который также фанател от гор. Ребятам предстояло подняться на гору Сеула Гранда так называемым альпинистским способом. Это означает, что на вершину нужно вскарабкаться как можно быстрее. Для этого минимизируется количество снаряжения. Альпинисты не пользуются веревочными перилами, страховка упрощена, промежуточных лагерей нет и помощи ждать неоткуда. Начало любого восхождения для каждого альпиниста всегда полный восторг. Именно поэтому многих из них силком не вытащишь из гор. Так же было с Джо и Саймоном. Ребята быстро преодолели ледник высотой 300 метров и вышли к каменистому участку. Дальше было сложнее. Чем выше, тем больше хочется пить. На большой высоте вы постоянно страдаете от обзвоживания. Организм требуется по 5 литров воды ежесуточно. А с водой в горах как раз проблемы. Вопреки предубеждениям, снег сам по себе не утоляет жажду. Его надо растопить. Для огня нужен газ. А чтобы из снега получить кружку воды, необходимо около часа. Таким образом, большую часть времени восхождение занимало добыча влаги. Подъем по льду выматывает. Кроме того, сердце работает на пределе. Из-за все той же высоты и недостатка кислорода. Будто этого мало. Уже на последнем этапе похода резко упала температура, поднялась метель. На то, чтобы пройти, точнее проползти последние 50 метров, у ребят ушло около 6 часов. Они промерзли до костей, но все-таки добрались до вершины. Казалось, на восторг не остал их сил. Но нет, это было невероятное ощущение, будто ты на вершине мира, а вся мирная суета осталась где-то там, далеко-далеко внизу. И все же это было только начало. По словам альпинистов, приблизительно 80% всех неприятностей с ними случаются как раз-таки при спуске, а не при подъеме. И если подъем оказался настолько сложным, то каково же будет идти вниз? Легкой прогулки и правда не получилось. Путь домой не задался с самого начала. Уже через полчаса ребята заблудились. Гору накрыло облако, видимо и снизилось до нуля. Потом они попали на снежный навес, который обрушился под весом альпинистов. Благо высота для следующего уступа была небольшой. Положение осложнилось тем, что к ночи у Джо и Саймона закончился газ. А это значило, что растапливать воду теперь было нечем. Надо было как можно скорее спускаться. Утро следующего дня было солнечно и тихо. Казалось, что худшая часть спуска позади. Теперь-то все пойдет как надо. Альпинисты присоединились друг к другу веревкой с карабинами и медленно начали спуск по отвесной стене. В какой-то момент Джо почувствовал, как ледоруб в его правой руке недостаточно хорошо вошел в леденую поверхность. Только он размахнулся, чтобы вогнать его поглубь живлет, как ледоруб в левой руке соскользнул, и парень полетел вниз. Раздался сухой хруст. Тело пронзило чудовищная боль. Джо пролетел с десяток метров и неудачно приземлился. Берцовая кость разгробила колено и вошла в бедро. Перелом. Не буду дальше рассказывать, что происходило, потому как это нужно увидеть и услышать от самих участников. Но дальше было что-то невообразимое. Это нужно увидеть. В этом фильме поднимаются важные вопросы. Такие как, на что способен пойти человек, чтобы выжить? Где вообще находится предел человеческих возможностей в борьбе за жизнь? И что происходит с личностью человека, явно умирающего посреди бесконечного, равнодушного холода и мрака горы? Посмотрев фильм, вы найдете ответы на эти вопросы. Почти за неделю своего адского путешествия Джо Симпсон потерял треть своего веса. А на полное восстановление своего здоровья ушло более двух лет. В это время было сделано около шести операций. Джо Симпсон после всего этого, как обычно происходит в этих ситуациях, в большинстве случаев, не бросил альпинизм. Кроме того, он начал писать книги. Сегодня мужчине 58 лет, и для своего возраста он выглядит очень даже бодренько. До сих пор восхождение по западной стене Сеула Гранты никто не повторил. Этот фильм увидел меня, что нет предела человеческим возможностям. Его просто нет. Всегда, стремясь расширить горизонты своего познания, человек расширяет и границы своих возможностей. История главного героя просто вызывает бурю эмоций, и большее из них это восхищение. Этот человек сделал просто невозможное. И по традиции в конце эфира я задаю пять вопросов, на которые ты должен ответить. Первый вопрос. Какова высота вершины Сеула Гранты? В каком году было первое восхождение на гору Сеула Гранта? Как звали третьего участника, который ждал ребят в лагере? Четвертый вопрос. Какая песня играла в голове у Джо Симпсона при спуске? Как думаешь, что помогло Джо Симпсону выжить? Напоминаю, что кто первый пришлет правильные ответы ко мне в группу ВКонтакте, ссылочка внизу, тот получит от лаборатории путешествий памятный приз. Так что давай дерзай! Продолжение следует...